друзья всем привет в этом видео покажу как включить максимальную производительность смартфона немножко ускорить его работу и конечно же сделаем тесты насколько смартфон станет работать быстрее после включения высокой производительности смартфона и так буду показывать на примере смартфона redmi note 10 pro но принцип на других смартфонах xiaomi redmi и пока будет такой же в новой оболочке милой 12.5 расширенной когда у вас уже обновлена прошивка то эта функция автоматически добавится и так эта функция находится в приложении безопасность запускаем питание и вот у нас есть питание это эконом режим как раньше был сбалансированный и следующий идет производительный обратите внимание написано высокая производительность производительность устройства будет улучшена но это может привести к увеличению энергопотребления а также перегрева устройства вот нажимаю кнопку ok для включения и обратите внимание при включении у меня индикатор батареи стал синий и здесь вот время работы уже 23 часа и 50 минут а также в шторке уведомлений его тоже будет увеличена производительность кнопка отключить здесь давайте произведем замеры сначала с максимальной производительностью потом сбалансированный и эконом режим первый тест буду делать приложение у антута общая производительность то есть процессора графики скорость оперативной памяти запускаю приложение тест готов получается общее число баллов триста пятьдесят тысяч шестьдесят шесть баллов и по температуре минимальная была 28 7 а максимальная была зафиксирована 33 и 8 и сейчас я включаю сбалансированный стандартный режим и давайте протестируем сколько же теперь получится баллов нажимаю кнопку повторить и повторно проводим тест тест завершенный итог триста сорок девять триста шестьдесят три то есть грубо говоря где-то на 650 баллов прирост производительности в максимальной производительности режиме был и давайте теперь протестируем в режиме эконом чтобы батарея как можно дольше держала и соответственно проверим производительность это называется питание вот батарея вообще будет долго держать и сейчас давайте протестируем запускаем в antutu и в режиме экономии энергии на сто тридцать шесть баллов меньше по сравнению со стандартным режимом соответственно смартфон будет работать медленней но и автономно проработает без заряда дольше конечно на постоянной основе смысла нет этой функции пользоваться батарея будет разряжаться сильней но если нужно ускорить смартфон или если смартфон медленный то вот можно такой функции на какое-то время воспользоваться но не на постоянной основе чтобы смартфон не перегревался и батарея быстрее не разряжалась также друзья в новом обновлении напомню если мы зайдем в настройки далее расширенные настройки расширение памяти добавляется опция и здесь можно добавить кооперативной памяти виртуально еще 2 гигабайта памяти в моем случае на некоторых смартфонах 1 гигабайт а на некоторых смартфонах даже 3 гигабайта можно расширить к основной оперативной памяти то есть будет определенная область внутренней памяти использоваться под оперативную память таким образом память будет расширяться кстати как включить количество оперативной памяти чтобы посмотреть сколько у вас вообще оперативной памяти делается очень легко делаем вот такое движение на рабочем столе настройки еще опускаюсь вниз показывать состояние памяти и перейдя в меню недавние вот у нас отображается сколько доступно памяти и сколько всего вот у меня 6 гигабайт доступно и к ним в расширенных настройках можно еще добавить 2 гигабайта если не знали друзья то можно вот здесь это включать но не забывайте во время включения перезагружать смартфон чтобы эта опция применилась вот такие вот друзья функции новые появляются с обновлениями на смартфонах xiaomi для ускорения работы смартфона на этом у меня все всем пока и до встречи в новых видео